Привет, друзья! Сегодня расскажу вам про дуэльную карточную игру Tides of Time. В ней всего 18 карт, а предлагает она, судя по описанию, ни много ни мало, взять под контроль рождение и смерть цивилизаций. Не слишком ли пафосно для 18 карт, а? Окей, игра — это первый проект польского геймдизайнера Кристиана Чурла, однако же издана она компанией Portal Games, а под этим лейблом я еще не встречал плохих или посредственных игр. Если вдруг кто не в курсе, хотя, конечно, вряд ли, это студия Игнация Чевичика, автора Робинзона Круза, 51-го штата и моих любимых поселенцев. А если уж пан Игнаций решил издать игру доселе неизвестного мне автора, то это как минимум заслуживает внимания, по крайней мере моего. Игра у нас в России пока не локализована, так что у меня коробочка, можно сказать, прямиком из Польши. Ну как, почти прямиком. Игру мне предоставили наши друзья, это магазин Лавка Игр. Кстати, у них можно посмотреть еще много интересных зарубежных настолок. Ссылочку для вас я, пожалуй, оставлю в описании, вместе с промокодом на скидку. А сейчас мой обзор Tides of Time. Правила у игры достаточно простые и легко помещаются на таком вот небольшом листе. Есть замечательный русский перевод от Александра Петрунина, ссылку для вас я, пожалуй, тоже оставлю под видео. Так что, думаю, разобраться в них не составит у вас труда. Игровой процесс Tides of Time заключается в драфте карт, то есть игроки будут выбирать и разыгрывать какие-то карты, затем меняться ими друг с другом, снова разыгрывать и тем самым как бы строить свою империю. Смотрите, целью будет набрать наибольшее количество победных очков, которые начисляются в конце каждого из трех раундов игры в зависимости от того, какая ситуация сложится на столе. Игроки получают по пять карт на руку, остальные пока отложим в сторону и начнем первый раунд игры. Каждый выбирает по одной карте для своего королевства и одновременно с другим участником переворачивает эту карту. Теперь она считается как бы построенной в королевстве этого игрока. Какие характеристики бывают у карт, давайте рассмотрим на примере. У карты есть название. К примеру, вот у нас здесь Eye of the North, Ока Севера. Далее мы видим свойства карты, то есть условия, которые должны выполняться, чтобы принести игроку победные очки. Вот в этом количестве. Свойство говорит нам, получите три победных очка за каждую отсутствующую в вашем королевстве масть. И сама масть карты указана вот здесь вот в левом углу. Не все карты имеют масть, есть несколько исключений, но у большинства есть значок масти. Один из пяти разных видов это замок, как в нашем случае, еще бывают дворцы, архивы, храмы или парки. После того, как игроки выбрали по одной карте, они меняются оставшимися с соперником и снова добавляют по карте к своему королевству. И так повторяется до тех пор, пока все карты не будут выложены. Затем нужно посчитать очки за все выполненные условия на картах. Для этих целей в коробку нам даже положили вот такой вот блокнотик с карандашом. Карандаш даже был уже подточен. Считаем. После этого игроки забирают карты своих королевств в руку, выбирают из них одну карту, которая из игры выходит. А также надо выбрать одну карту, которая останется в нашем королевстве до конца игры. Ее кладем перед собой и отмечаем вот таким вот жетоном реликвии, чтобы не забыть, что она уже останется на столе. Каждый участник добирает по две карты из колоды и в принципе все повторяется по той же самой схеме. Только еще раз напоминаю, в конце следующего раунда реликвии прошлого на руку не забираем. Таким образом играем три раунда и в конце по количеству победных очков определяем победителя. Вот в принципе и вся игровая механика. Хочу только еще немного остановиться на свойствах карт, чтобы дать вам наиболее полное представление. Смотрите, в основном свойства, разумеется, завязаны на масте. Получите победные очки за каждую карту с такой-то мастью. Получите очки, если какой-то масти у вас в королевстве больше, чем у соперника. Есть также карты, которые приносят очки за сеты, да, то есть за наборы мастей. Или наоборот, как Око Севера за отсутствие масти. Но есть и свойства поинтереснее. Например, Sapphire Port, Sapphire Port работает, если любая одна, одна ваша карта принесла очков больше, чем любая карта соперника. Или вот еще The Roof of the World удваивает число карт самой распространенной в вашей масти. Мнение. Игра оставила после себя положительное впечатление. Мне вообще нравятся игры, основанные на механике драфт. Нравится так взаимодействовать со своим оппонентом. Это дает возможность как-то анализировать его логику, следить за его привычками, может быть, какие-то выделять для себя какую-то манеру его игры. И вот когда твои догадки сходятся с его реальными действиями в следующих ходах, это по-настоящему приносит удовольствие. С другой стороны, механика довольно-таки абстрактна. Нет чувства того, что ты действительно строишь какую-то империю. На мой взгляд, свойства у карт достаточно простые. Игре как будто бы чего-то не хватает. Может быть, конечно, ситуацию исправили в Tides of Madness. Если вы не в курсе, это ремейк данной игры в лавкрафтовском сеттинге. Но там не просто сеттинг поменяли. Там добавили еще на карточке параметр безумия. И вот этот параметр нужно избегать. То есть карточке с таким параметром опасно накапливать в своей империи. Если он превысит там какую-то определенную цифру, то можно за счет этого проиграть. Мне пока в ремейк поиграть не удалось, поэтому не знаю, насколько это исправляет ситуацию, к сожалению. Карты большие, 120 на 80 миллиметров, такой же размер, например, как в игре Dixit. Материал не лен, но такой, знаете, как будто слегка провощенный. Отличается от большинства отечественных игр. Подобный я встречал только у карт поселенцев. Красивый рисунок, который бросается в глаза даже издалека и просто завораживает. Карты хочется разглядывать просто из-за картинки. В целом я бы поставил, наверное, игре 6 баллов. Это неплохой такой дуэльный филлер, которому не хватило вот буквально какой-то изюминки, чтобы войти в мой список лучших игр в данном жанре, разумеется. Tissera и Board Game Geek, кстати, в плане оценки со мной чуточку не согласны. Где-то примерно на баллы выше ставит Geek сообщество. Спасибо за просмотр, надеюсь, он был вам полезен. И играйте в хорошие настольные игры. С любовью, твой игровой. Пока. Игра предоставлена магазином Лавка Игр. Покупая любую игру у наших партнеров, не забудьте упомянуть, что являетесь зрителем нашего канала. Вдруг будет скидка. Они периодически бывают. Это правда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...